Дорожное движение В течение следующих 25 минут вас ждет много новой и, главное, полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что же случилось на дорогах нашего региона за последние две недели? Оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Что должно быть в автомобильной аптечке и зачем она нужна? Как можно ездить трактору, а как нет? Как работает портал госуслуги по линии ГИБДД? Повторение «Мать учения» знания правил дорожного движения в нашей студии проверит артист театра эстрады Александр Бурнашов. В начале выпуска предлагаем вашему вниманию небольшой обзор происшествий за последние две недели. За последние две недели на дорогах республики Саха-Якутия произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли, 52 человека получили травмы различной степени тяжести. За две недели в четырех автоавариях были травмированы четыре несовершеннолетних. Дорожные происшествия, в которых пострадали дети, произошли в городе Якутске – три происшествия, и в Алданском районе – одно происшествие. Только за последние две недели сотрудниками ГИБДД были задержаны и отстранены от управления 315 водителей, всевших за руль в состоянии алкогольного опьянения. В том числе 39 водителей, всевших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Повторно. 12 июня в 23.37 в дежурную часть отдела МВД России по Верхневилюйскому району поступило телефонное сообщение о том, что в селе Верхневилюйск произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. По предварительным данным установлено, что 12 июня в 23.35 ночи 24-летний молодой человек, управляя мотоциклом марки «Хонда» без регистрационного знака, возле дома номер 10А по улице Ленина, съехал с дороги с левой стороны с последующим наездом на препятствие. В результате сильного удара головой об теплотрассу мотоциклист скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. В ходе проверки сотрудниками госавтоинспекции установлено, что у погибшего водительского удостоверения не было. В момент ДТП мотоциклист был без средств защитной экипировки, а главное без мотошлема. Мотоцикл на учете госавтоинспекции по условленному порядку не состоит. Управление мотоциклом, как и любым другим транспортным средством, требует умения, навыков и знания правил дорожного движения. Важно не только уметь управлять мотоциклом, но и уметь ориентироваться в сложных дорожных ситуациях. При управлении мототранспортом необходимо использовать основной элемент защитной экипировки – защитный шлем, который служит для защиты головы. Напомним, что согласно Кодексу РФ административных правонарушений по ст. 12.7 ч. 1 за управление мототранспортом без водительского права предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. По ст. 12.6 Кодекса административных правонарушений РФ за неиспользование мотошлема влечет административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Соблюдайте правила дорожного движения. В этот же день в 4 часа утра в дежурную часть полиции Тампонского района поступило телефонное сообщение о том, что на втором километре автодороги Алдан произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие. По предварительным данным установлено, что 12 июня около 3 часов ночи водитель 93-го года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla Axia, двигаясь по автодороге регионального значения Алдан, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего автомашина съехала в кювет с последующим опрокидыванием. В результате опрокидывания транспортного средства погибла женщина-пассажир 1990 года рождения. В момент ДТП находилась на заднем сидении слева. Еще два пассажира, девушка, находившаяся на переднем сидении, получила травму, перелом лопатки. И мужчина, дуще первого года рождения, находился в момент ДТП на заднем сидении справа, получил травму, перелом позвоночника. Все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, в отличие от водителя, который травм не получил. Проведенное свидетельствование выявило у водителя мужчины состояние алкогольного опьянения. Водительских прав он не имеет. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, материалы переданы в следственные органы. Госавтоинспекция предупреждает всех участников дорожного движения. Если водитель попал в автоаварию в состоянии алкогольного опьянения, повлекший за собой смерть человека, наказание аналогично наказанию за умышленное убийство, лишение свободы в срок от 5 до 12 лет. Не пополняйте статистику дорожных происшествий и список нарушителей правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Часто ли мы видим на дорогах гудящие тракторы? Действительно, этот гость в городе нечастый, однако, тем не менее, он не перестает быть участником дорожного движения. В следующем сюжете мы, пожалуй, рассмотрим все интересующие вопросы и постараемся максимально информативно ответить на них. Трактор – это самодвижущаяся, гусеничная или колесная машина, выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы в агрегате с прицепными, навесными или стационарными машинами. К управлению спецтехникой допускают только тех водителей, которые прошли специальное обучение и успешно сдали экзамен в гостехнадзоре. Им выдают удостоверение с отметкой о водительской категории. Штраф для граждан за нарушение правил эксплуатации трактора или самоходной техники для водителей равен от 500 до 1000 рублей, а для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч. Если водители спецтехники поймали без прав, то штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей, согласно статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. А за передачу управления любым видом транспортных средств к лицу, не имеющему на это разрешение, владельцу машины придется заплатить до 30 тысяч рублей. Если у сотрудника организации нет прав на управление спецтехникой, и при этом начальник посадил его за руль трактора или экскаватора, то компанию могут отштрафовать на сумму в 100 тысяч рублей, а ее руководителя – на 20 тысяч рублей. Для движения тракторов и других самоходных машин по населенным пунктам, в том числе и в городе, необходимы документы – это удостоверение тракториста-машиниста, соответствующие категории, которые он управляет самоходной машиной или трактором, свидетельство о регистрации и свидетельство о прохождении технического осмотра, которые владельцы самоходных машин и тракторов проходят ежегодно. Соответственно, имея эти документы, он может эксплуатировать уже в населенных пунктах и двигаться по дорогам общего пользования. Но тут есть еще требования отдельные по правилам дорожного движения, за которыми контролируют органы ГИБДД. Соответственно, самоходные техники и трактора, они бывают разного вида, и по ширине, и по высоте. Соответственно, бывают и карьерные техники, как вы знаете, и промышленные техники. Не могут ездить по дорогам общего пользования, так как максимально допускаемая ширина техники должна превышать 2,5 метров. А карьерная техника, она бывает и огромных размеров, почти как здание. Для регистрации самоходных машин и тракторов можно обратиться в инспекцию гостехнадзора города Якутска, расположенную по адресу улица Горького, 100, кабинет 7, предварительно записавшись на прием по номеру 508-547. При себе нужно иметь заявление установленного образца, паспорт самоходной машины, удостоверение личности, документ, подтверждающий право собственности, страховой полис ОСАГО. Перед подачей документа обязательно следует пройти техосмотр транспорта. Также у нас в регистрации возможно других инспекций по УСАМ Республики Саха-Якутия. По наличию инспекции гостехнадзора в вашем УСАМ можете обратиться к нам, в город Якутск по телефону 508-542, либо в администрацию районной, где находится инспекция гостехнадзора, курирующая данный район, соответственно, для регистрации техники, либо замены удостоверения транспорта из машиниста, ну или других услуг. Дорога таит в себе множество опасностей, и как же здорово, если у водителя на этот счет припасена и грамотно заполнена аптечка. Что должно быть в ней по закону и как этим пользоваться, мы обсудим с нашим сегодняшним гостем. А наш сегодняшний гость – это главный внештатный специалист Минздрава по первой помощи врач-реаниматолог, анестезиолог Наталья Иванова. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Так что же должно быть в аптечке на данный момент по состоянию на сегодняшний день? Вы знаете, состав аптечки автомобилиста все время периодически обновляется. Вот сейчас, даже на сегодняшний день, она обновляется. А вообще с начала этого года убрали все лекарственные препараты состава аптечки. Сейчас в аптечке находятся только бинты, перчатки, устройства для дыхания и кровоостанавливающий жгут. Поэтому все очень просто. Вы знаете, да, это упростило оказание первой помощи. Вообще понятие первой помощи, оно таково же. Может быть, оказано каждым человеком без медицинского образования. И для того, чтобы оказать эту помощь, не обязательно пользоваться инструментарием специальным медицинским, знать дозы лекарств. Вот поэтому взяли, убрали, максимально упростили состав этой аптечки. Но при этом они утверждают, что можно дополнять свою аптечку своими препаратами. Но главное – это бинты, кровоостанавливающий жгут, перчатки, ножницы и салфетки. Это устав, и должно быть в каждой аптечке. Ничего убирать не надо, а дополнять можно. А дополнять можно любыми лекарственными препаратами? Получается, от водителя уже зависит, что он хочет, что ему нужно. Да, да, да. Это все зависит от сопутствующих заболеваний, да, и от того, что планируется. Например, если вы идете долго путешествовать на автомобиле, да, что там может быть? Повышение температуры, жаропонижающие, травмы могут быть, там, обезболивающие препараты, пожалуйста, положите, да. Вот все зависит от цели, для чего будете использовать эту аптечку. А в дальнейшем, вот, какие планируются, может быть, еще изменения? Вы в курсе? Конечно, вот как раз-таки 24 июня у нас будет заседание дистанционно с Москвой, да, и там будет обсуждаться новый состав аптечки автомобилиста. И самое главное нововведение состоит в том, что будет в каждой аптечке вот инструкция оказания первой помощи, да. Сейчас вот все, что есть, жгут есть, там, что-то, самое главное, люди не умеют им пользоваться. Вот жгут есть, а что? А что с ним дальше делать, да? Либо она рано, либо выше, или ниже рано, да. Так вот, эта инструкция будет содержать алгоритм, как накладывать жгут, в каких ситуациях, понимаете, да. Это будет очень подробное мини-пособие для оказания первой помощи. Я думаю, очень хорошее нововведение. А можете сейчас вот немного рассказать о том, какие действия нужно предпринимать, вот, после ДТП, получается, при ранениях у человека? В любой ситуации, когда нужно оказать первую помощь, нужно ответить на главный вопрос, первый вопрос. Ситуация безопасна для меня или нет? Потому что при ДТП может быть угроза взрыва машины, угроза опрокидывания машины. Так же ведь, да, там может быть голая электропровода, да, там, если машина сбила, там, там, столб электрический, да, вполне возможно, да. Поэтому самое главное, надо оценить собственную безопасность, да, только потом приступать к оказанию первой помощи. Оценили собственную безопасность, оценили ситуацию, что же произошло, так, сколько пострадавших, сознание Лены, видимые травмы, есть ли кровотечение, есть ли переломы, да. Это всё делается за несколько секунд на самом-то деле, да. И всё. И третьим этапом вы должны позвонить в экстренную службу. Номер 103, скорая помощь. Номер 112, спутниковая связь, да. Скорая приезжает либо в течение первых 20 минут, либо в течение двух часов. Таков регламент действий, да. Если ситуация экстра неотложная, да, если человек, наружное, обильное кровотечение, если без сознания, без дыхания, они должны приехать в сию же минуту, в течение 20 минут, понимаете, да. И поэтому, как вы передадите информацию диспетчеру, да, вот такова и будет ротация вызова, понимаете, да, как скорая приедет, скорая медицинская помощь. Ну и дальше, вот как только передали экстренным службам информацию, вы должны перейти к оказанию первой помощи. А это зависит от наличия травм, какой вид травмы всё же у пострадавшего есть. Существует очень много мифов при оказании первой помощи, и хотелось бы, чтобы вы их развеяли и показали, рассказали, как вообще нужно правильно делать сердечно, вот это вот спасательно. Вот в фильмах же бывают такие вот. Сердечно-рогащая реанимация по последним стандартам делается следующим образом. Показания, самое главное показание, это без сознания, то есть вы подходите, пытаетесь с ним говорить, он на вас не отвечает, не реагирует, так. Следующим этапом вы проверяете дыхание, так, да, а вот это очень важный этап. Нужно, самое главное, правильно определить, есть ли дыхание или нет, да. Нужно запрокиньте голову, выдвиньте нижнюю челюсть, так, прослушайте его, так, да. Если в течение 10 секунд дыхания нету, это человек без дыхания, и срочно требуется реанимационная помощь, так же ведь, да. Но если дышит человек, да, понимаете, да, то это уже обнадеживает, да, понимаете, да. А человек, если не дышит, то совсем другая, более тяжелая ситуация. Поэтому обязательно нужно правильно проверять наличие дыхания. Так вот, если сознания нету, дыхания нету, на этапе первой помощи для этого достаточно, чтобы это явилось показанием сердечно-легочной реанимации. Определяют пульс люди, не медики, ну, не имеют права, потому что они могут перепытать свою пульсацию, да, с пульсацией там сонных артерий, например. Поэтому этот этап вообще вычеркнули на этапе первой помощи. Конечно же, первая медицинская помощь, что там медики уже будут работать по своим алгоритмам, понимаете, да. Вот, и нужно сделать сперва компрессии грудной клетки, непрямой массаж сердца 30 раз, да, со скоростью 100-120 ударов в минуту, так, и только потом переходить к искусственному дыханию. Вот как раз-таки здесь есть устройство для искусственного дыхания рот в рот. Тут просто салфан с дырочкой, да, с трубочкой. Да, я могу открыть, так, что вы посмотрели. А чтобы выполнить искусственное дыхание, перед тем, нужно обязательно открыть рот, посмотреть, что там, понимаете, да. Там может быть рвутная масса, там может быть протезы, да. И поэтому, предварительно очистив, только очистив, нужно переходить к искусственному дыханию. Это очень простая-простая вот салфан, и тут есть клапан. Да, нужно вот через это дышать. А вообще раньше было гораздо проще, вот это более обновленный, салфан, и тут была трубочка. Просто трубочка, да, и через нее в рот в рот нужно было дышать. Человеку два раза вдоха. При этом обязательно должен быть вдох, пассивный выдох, вдох, пассивный выдох. Когда нужно заканчивать реанимацию? Когда? Как вы думаете? Когда? Когда? Когда принят скорая медицинская помощь, да? И до тех пор, пока они не приедут, нужно поддерживать организм. Либо, когда, если мы все правильно сделали, ситуация была не такой фатальной, да, мы что сделаем? Человек оживет, он же может закашлять, там начнет еще двигаться. Это уже очень хорошо. Это очень здорово. Ну, и совсем печальный исход, когда уже появятся признаки биологической смерти. Например, скорая далеко, там мы находимся где-то в лесу, в поле, да, и вот мы очень долго делаем, и мы понимаем, что ситуация фатальная, ситуация без эффекта. Тогда мы, конечно же, останавливаемся. Спасибо большое, Наталья, что пришли в нашу студию. Дорогие телезрители, это был очень полезный диалог. Надеюсь, вы внимательно слушали. Надеюсь, что все полученные знания вам не пригодятся. Но, тем не менее, это очень полезный опыт, очень полезные знания. Пожалуйста, не попадайте в аварию, не пополняйте список нарушителей. Будьте здоровы. Технологии уже прочно вошли в нашу жизнь. И теперь любые действия, начиная от написания заявления на смену паспорта и заканчивая оплатой штрафов, можно сделать всего лишь в несколько кликов. В следующем сюжете мы узнаем о том, как же работает портал госуслуги по линии ГИБДД. Миллионы граждан Российской Федерации уже знают, что получать государственные услуги через интернет, не теряя времени в очередях, легко и удобно. В несколько кликов можно оплатить штрафы ГИБДД, в считанные минуты отправить запрос в нужное ведомство и заказать еще почти 4 тысячи электронных услуг. Портал очень удобен в использовании и посредством внедрения электронных очередей помогает предотвращать распространение коронавирусной инфекции. По линии ГИБДД госуслуги работают по предварительной записи, то есть удобно гражданам подходить и получать государственную услугу, то есть по времени, в однозначное время и дату они подходят и без очереди получают услугу. Через портал госуслуги вы можете заменить национальное водительское удостоверение, получить национальное водительское удостоверение, а также восстановить и получить международное водительское удостоверение. Но надо будет присутствовать лично заявителю с оригиналами документов, которые указали в госуслугах. Также можете через портал госуслуги произвести регистрационные действия транспортных средств. То есть снять с учета, поставить, то есть зарегистрировать, либо перерегистрация транспортных средств. Госуслуги являются единой точкой доступа к информационным системам ведомств. В соответствии с законодательством Российской Федерации портал предоставляет информацию об услугах и ведомствах из Федерального реестра госуслуг. Чтобы иметь доступ ко всем услугам, необходимо зарегистрироваться на портале. Вы можете сделать это онлайн, скачав официальное приложение, или на официальном сайте госуслуг. После ввода данных подтвердить регистрацию можно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ по месту жительства. Итак, мы приступаем к нашей постоянной рубрике, в рамках которой известные личности проверяют свои знания правил дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. И сегодня наш тест будет проходить заслуженный артист Республики Саха-Якутия, артист театра эстрады Александр Бурнашов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я приветствую всех жителей нашей республики с прекрасным летом, с эсэхами, в общем, с праздниками летними. Итак, первый вопрос. Разрешен ли вам съезд на дорогу с грунтовым покрытием? Вариант ответов. Первый разрешен. Второй разрешен только при технической неисправности транспортного средства. И третий вариант. Не разрешен. Не помню. Разрешен. Хорошо. Принимаем вариант ответа. Второй вопрос. Можно ли вам остановиться в указанном месте для посадки пассажира? Можно. Можно, если вы управляете такси. И третий вариант. Нельзя. Нельзя. Хорошо. Принимаем. Двигаемся дальше. Третий вопрос. Как вам следует поступить при повороте направо? Перестроиться на правую полосу, затем осуществить поворот. Продлить движение по второй полосе до перекрестка, затем повернуть. И третий вариант. Возможно, оба варианта действий. Первый. Первый. Вы уверены? По-моему, да. Хорошо. На правую полосу. Принимаем. Идем дальше. По какой траектории вам разрешено выполнить разворот? Только по траектории А, по траектории Б или по любой из указанных? Так. По-моему, Б. Б. Хорошо. Второй вариант ответа мы принимаем. С какой скоростью вы можете продолжить движение вне населенного пункта по левой полосе на легковом автомобиле? Не более 50 км в час, не менее 50 км в час и не более 70 км в час, или не менее 50 км в час и не более 90 км в час. Ну, третий, наверное. Третий вариант. Хорошо. Принимаем. Идем дальше. Можно ли водителю легкового автомобиля выполнить опережение грузовых автомобилей вне населенного пункта по такой траектории? Можно. Можно, если скорость грузовых автомобилей менее 30 км в час, или же нельзя вовсе. А второе может быть? Это я обычно не обгоняю. Хорошо. Разрешено ли вам произвести остановку для посадки пассажира? Разрешено. Разрешено только по четным числам месяца? Разрешено только по нечетным числам месяца? Или запрещено? А, вот тут, по-моему, запрещено. Четвертый, да? Да, четвертый вариант ответа. Запрещено. Хорошо, мы его принимаем. Двигаясь по левой полосе, водитель намерен перестроиться на правую. На каком из рисунков показана ситуация, в которой он обязан уступить дорогу? На правом, на левом или же на обоих? Так, на втором, да? На втором рисунке? По-моему, да. Хорошо. Принимаем вариант ответа на правом рисунке. Вы намерены повернуть налево. Кому вы должны уступить дорогу? Только автобусу? Автобусу и пешеходам? Или только пешеходам? А, второй? Хорошо. Автобусу и пешеходам. На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия. Уменьшите подачу топлива рулевым колесом, стабилизируете движение. Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положение рулевого колеса. Притормозите и повернете рулевым колесом в сторону заноса. Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом. Это первый, да? Мы принимаем первый вариант ответа. Александр, это был наш последний вопрос. Спасибо большое, что пришли в нашу студию и прошли этот экспресс-тест. А сейчас мы приглашаем в нашу студию Наталью Волкову, нашего независимого эксперта. Добрый день, Александр. В первом вопросе вы ответили совершенно верно. У нас с вами установлен знак, говорящий о том, что впереди будет опасный поворот. Данный знак не запрещает съезд на прилегающие дороги, поэтому в данной ситуации можете сворачивать на прилегающую грунтовую дорогу вне зависимости ни от каких условий. Во втором вопросе у нас установлен знак «Стоянка запрещена». Знак запрещает только стоянку останавливаться можно для посадки-высадки пассажиров, потому что остановка – это кратковременное прекращение движения. Здесь у нас с вами ситуация следующая. Пересекаемая дорога имеет движение одностороннее. И перед поворотом на эту дорогу мы с вами видим разметку на проезжей части, которая говорит о том, что поворачивать направо разрешается с любой из этих полос. По поводу разворота. Если мы с вами посмотрим, то по траектории «Б» у нас будет движение по полосе встречного направления, поэтому разворачиваться мы можем по траектории «А». Тут, к сожалению, ответили неверно. Над дорогой установлен знак, который говорит, что по этой полосе можно двигаться со скоростью не меньше 50 км в час конкретно в этой полосе. Так как мы находимся, как вы правильно сказали, вне населенного пункта, на трассе, то для легкового автомобиля минимальная скорость здесь составит 50 км в час, максимальная – 90 км в час. Поэтому ответили вы правильно. Обгон – это маневр, который связан с выходом на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения. А опережение, когда мы двигаемся быстрее попутного автомобиля, но не выезжаем на сторону встречного движения, поэтому этот маневр уже не является опасным. Согласно этому, проехать вы можете, опережая данные автомобили, без всяких ограничений. Ответ, к сожалению, неверный. Ну, как мы с вами уже знаем, знак «Стоянка запрещена», просто здесь дополнен знаком, что «Стоянка запрещена» по нечетным числам. А в зоне действия знака «Стоянка запрещена», останавливаться можно. Здесь у вас ответ правильный. Момент, когда водитель, движущийся по левой полосе, должен уступить дорогу. При одновременном перестроении действует правило помехи справа. Здесь вы ответили совершенно верно. Горит разрешающий сигнал светофора. В этом случае мы с вами на знаке приоритета не обращаем внимания. И при повороте налево обязаны пропустить тех, кто движется со встречного направления прямо или направо. Кроме того, при поворотах направо или налево водитель обязан пропускать пешеходов и велосипедистов, подвижения которых он будет пересекать. Здесь вы молодец. А у нас с вами задние колеса убежали вперед. Соответственно, на переднеприводном автомобиле нам надо слегка увеличить подачу топлива, чтобы ведущие передние колеса вытянули за собой задние. Поэтому на переднеприводном автомобиле мы с вами должны увеличить скорость движения. Ну и, как ни прискорбно, всего 4 правильных ответа. Все-таки 35 лет, конечно, это достаточно большой срок. Думаю, что необходимо правила дорожного движения повторить. Была очень рада с вами познакомиться. Спасибо большое. До свидания. Вот и наша передача подошла к концу. Уважаемые телезрители, соблюдайте правила дорожного движения. Будьте бдительны на дорогах. До свидания. Всего доброго.